Приветствую вас и, если честно, вопрос таит в себе некоторые неясности. В частности, вот вы говорите о том, что вам нужно завершить гестап. Если вы не можете развлечься с мужем, у него очень сложный характер, потому что он всем недоволен. А также он не дает вам определенности и вы уже вместе не живете. То есть, по месту жительства от него, если я правильно вас понял, по месту жительства от него вы уже независимы. Это, безусловно, очень хорошо, что вы независимы от него по месту жительства. Дальше. Что мешает вам развестись с ним сейчас? Вот какие блоки стоят на пути к тому, чтобы с ним развестись? А, признаться честно, мне не очень это понятно. Потому что, ну, с мужем вы не живете, мужчина никак не хочет, никак не проявляет себя по отношению к вам, судя по всему. Мужчина вообще склонен к тирании, если я правильно понял ваше сообщение. И вы понимаете, что жить с ним вам невозможно. Вы ждете от него, от мужчины, что он решит за вас, ну, скажем так, судьбу ваших отношений. Но ведь это ваша жизнь. И, в первую очередь, вам, как это не, может быть, печально звучало бы, но вам нужно сперва решать, принимать решение на свою жизнь, а не мужчины. Мужчина тянет время, потому что ему это удобно, ему это комфортно. Ему выгодно тянут время, которое вы тратите на него. Мужчина не хочет вас отпускать от себя, потому что ему это невыгодно. А вы, вы, как бы, ну, соглашаетесь с ним и играете в его игру. Вопрос заключается в том, почему вы в его игру играете, что вот заставляет вас это делать. Я думаю, что здесь изрядная доля зависимости, изрядная доля надежды на то, что он все-таки изменится. Потому что, ну, вот, если вы не подали на развод, значит, все-таки вы до сих пор продолжаете надеяться на то, что, ну, мужчина все-таки поменяет свою позицию относительно вас, да, то есть, может быть, перестанет быть в компьютере, может быть, начнет больше уделять внимание вам, ну, и так далее, вот. Так, вопрос заключается в том, мужчина внушил, или вы, исходя из вашей потребности, себе внушили, что есть надежда на то, что ваши отношения можно, ну, условно говоря, как-то реанимировать. И именно потому, что это надежда у вас есть, вот именно по этой причине вы не можете с ним развестись. И не разведетесь пока, будете надеяться на то, что он изменится. А он не изменится, потому что для этого нет никаких стимулов. То есть, то есть, любому человеку, чтобы измениться, нужен стимул, а стимула нет. Для вашего мужчины нет стимула как-либо вообще меняться. Потому что ему это не выгодно. Потому что ему неинтересно, вот, ну, неинтересен процесс изменения. И чтобы вам завершить эти отношения, вам нужно теперь решить так. Мужчина знает, ваш мужчина знает, что вам не нравится. В нем, в его, там, отношении к вам и так далее. Мужчина это знает? Знает. И, если он хочет вас вернуть, то он, если он хочет вас удержать, то он будет что-то делать для того, чтобы вы остались с ним. Ну, давайте зададим себе такой вопрос. Реально и конкретно по факту он делает что-то? Ну, наверное, нет. Мы с вами выяснили, что она... Ну, однозначно написали, что мужчина ведет жизнь, которая вас не устраивает. Что указывает на то, что он может поменяться? Ничего. Значит, единственная причина, по которой вы считаете, что он поменяет, это ваша потребность. Вам нужно, чтобы мужчина начал меняться. И вот вы ради этого готовы ждать. Ждать его изменений. Возникает вопрос, а для чего... Что вы хотите получить от этих замах изменений? Что вам нужно? Что вам нужно от такого, чего вы не можете получить самостоятельно от мужа? И, возможно, если, когда вы получите вот это, у вас, как раз таки, и отпадет необходимость тянуть эти отношения, которые себя явно... Ну, которые себя явно изжили уже. Вот так, я думаю, вам нужно двигаться. Вот так, я думаю, вам нужно поступать. То есть, не ждать, что все образуется само собой. Не ждать, что мужчина как-то начнет менять свое поведение. Не ждать, что он будет поступать иначе. А брать весь вопрос в свои руки и, собственно говоря, стать становительной хозяйкой своей жизни. Вот это будет для вас, наверное, самое правильное. Ну, а потребность, если таковая есть, зависимость и потребность, если они у вас имеются, то есть, именно те, которые вы связываете непосредственно с мужчиной, их нужно выявлять и удовлетворять самостоятельно. Тогда, я думаю, вам же будет опять-таки легче, вам же будет опять-таки проще понять, что же вам нужно и что вас удерживает. То есть, вот это вот ваше не могу развести с мужем. В итоге продиктовано либо надеждой, либо зависимостью. У надежды обоснования, самолюбие, гордость, какое-никакое понятие, достоинство своего и мужа, а у зависимости потребности. И вот от того, что именно держит вас, удерживает от развода, вот от этого и стоит отталкиваться при направлении работы с вами. Вы пишите, помочь вам завершить гештальт, я думаю, что в рамках такого короткого запроса сделать это на 100% вряд ли возможно. Ну, потому что все-таки подобные вещи происходят в приватной беседе со специалистами. Но основные направления работы, которые вы можете сами сделать, я вам дал. Я вам дал и теперь вы можете, если у вас нет желания работать за специалистом, вы можете сами двигаться в этих направлениях и сами потихонечку освобождаться от зависимости или от необретенной надежды на мужа. Но, конечно, по времени быстрее было бы, если бы вы поработали со специалистом, которого выбрали бы на нашем ресурсе. На этом все вам, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.